Девушки отдыхают Падение Старой Республики Тени сгустились над Республикой Война буквально разрывала галактику на части Ее жители постепенно начали терять веру и решимость Верховный канцлер Палпатин создал элитный дивизион Дройда Который назывался 501-м легионом Его задачей было подавить повстанцев раз и навсегда Невероятная преданность Дройда в канцлеру А также тот факт, что Республика уже потеряла надежду увидеть конец войны Все это стало прекрасным предлогом для выполнения плана Палпатина Бросив вызов холодной планете Мегиета 501-й легион сталкивается с мастером джедаев Киадимунди И эта встреча должна решить судьбу всей галактики Субтитры создавал DimaTorzok За эти месяцы войны клонов 501-й сталкивался с заданием исключительной важности для самого канцлера Когда мы прибыли в разрушенные развалины Мегиета Наш командир джедай думал, что нас выслали на уничтожение энергосборщика троидов Чего не знал Киадимунди, так это того, что наша часть 501-го на самом деле пришла за источником энергии Мегиета Необходимого канцлеру для создания суперлайзера Удерживать Меги в тени было нелегко Джедай был особенно подозрительным по отношению к канцлеру И искал малейшую причину в вероломстве последнего Впрочем, как и все джедаи Хотя они так и не узнали, в чем причина, пока все не пришло к логическому завершению Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала С вами Дарт и сегодня мы начинаем проходить игру Star Wars Battlefront 2 Вторая часть известной игры Здесь, как вы видите, графика стала одновременно хуже и лучше Но некоторые текстуры реально ужасные Но, по крайней мере, над текстурами классов боевых поработали Оружие новое, совершенно новые виды техники Новые классы, все это есть в этой игре Так, сейчас я заскочил на этот шагоход Моя задача, что захватить точку Так, мы этого уничтожать пока не будем Вместе с братками продвигаемся вперед Уничтожаем себе дроидов С помощью этого шагохода это довольно легко Так, что-то у меня с инверсией уже слишком Какая-то ширина, чувствительность надо мыши понизить Сейчас, пардон, прошу прощения за этом Продолжаем Так, уничтожаем эти все-таки дроидов тут Так, ну если в голову попадаешь, но разбивается Вот, это магнитроидов тут телохранители Гривуса Точно Гораздо прикольнее, точнее, это была страна оружия Гораздо прикольнее, чем в оригинальной игре первой Ну как бы вот тогда уклонов было то оружие, да, а сейчас типа уже у них вторая фаза брони, у них уже совершенно Развитчик Ой Не, не, не получится у нас Ну это игра примечательна тем, что теперь можно подойти к точке нажать Е и сменить класс в любой удобный момент То есть не обязательно для этого умирать То есть можно, в принципе, оставаться в живых и поменять класс Так, сейчас наша задача уничтожить вот эти башни, чтобы Акеодимунди мог приземлиться Так, вот я забыл, кстати, тут же есть альтернатива режиму А мне это, типа, там антетонаторки, да, что на самом деле это не может быть любой, а тут просто гранатомент какой-то Да, и танковый неплохо на мою сторону Правда, долго его коварет придется Ну-ка Так, он выпрыгнул, и с танком мы его добьем ракетницей Получно Ну, игры в игре добавилось просто многообразие, то есть новые планеты, куча планет причем, новые виды оружия, новые классы, а в целом геймплей и даже графика чуть, ну, чуть лучше стали, все-таки год там прошел где-то, но как по мне, первый Battlefront был куда красивее Так, сейчас надо точку захватить, тут все гроиды орудуют Ну, что у нас представитель, как их уничтожим Из-за некоторых классов удобно от ближнего, но в основном я научился в этой игре все время с видом от третьего лица играть, первого лица можно, конечно, но не знаю, неудобнее вот так Только снайпером от первого лица удобно Так, поменяем класс, так есть снайпер, да? Но мы его пока брать не будем Еще есть инженер Отклон Commander Открылся класс, вы столкнули, делаете несколько убийств, у вас открывается этот класс В настройках все это можно подредактировать, и класс невозможно будет открыть после одного убийства Обязательно там 10 или еще сколько-то В общем, можно сделать так, что сразу почти за джедая играть нужно У меня тут очень скоростейное оружие Своего рода плазменный пулимед какой-то такой Ой, магнодроид, еще у меня на страж Так, щит я включу Ай, иду на таран Вот, тут меня убил Супербоевая дрот меня грохнула Так, пожалуй, можно взять десант Пока, да, побыстрее вылет Ну, десант, по сути, то же самое, да, то есть те же виды оружия Только, ну, вот, пистолетик новый, кстати И внешний вид Вот Ну, видите, совершенно другой по сравнению с первой С первой игрой Ну да, тут в виде немного и очень много модов к этой игре Больше сотни, наверное Я, наверное, ну, большую часть я играл там на различные игры Различные там Во вселенной То есть, если во вселенной есть какие-то там треды клонов Какие-то специальные назначения Их просто берут и добавляют в игру И это будет новый мод Также много модов, которые добавляют новые планеты Если здесь, допустим, карты Geonosis Ну, обычно, да, по размеру То есть карта, которая раза в три больше И там бегает, соответственно, гораздо больше Сотни, наверное, могут игроков бегать Ну, не одновременно, а в общем, то есть И И Там просто массово Там куча техники различной Вообще прикольно Ну, если получится Я бы сразу все записал моду к этой игре Если кому-то будет интересно Там в комментариях напишите Так, сейчас нам нужно что-то забрать, да, я так понимаю? Да Ну, мы же сюда за этим пришли, собственно, да За прототипом каких-то технологий Так, и сейчас я летать не могу с этой штукой Ну, реактивный ранец мне не поможет Мне придет с прыжками разбираться Ну, тут везде мои бегают ребята Они уничтожатся их Так Ну, чуть-чуть им осталось Да не двигайся ты Ладно, с пистолетик тебя добьем Танк уничтожили с пистолета, да, отлично С бластером Как это здесь называется О, блин, почти добежал Прям из турели в кровь Так, ну, взмем инженера Вот у него оружие на внешний вид Такое же, как и обычного клона-солдата Только оно своего рода дробовик Здесь он Сделан гораздо лучше, чем в первой игре Там им вообще неудобно было пользоваться Здесь вот два выстрела, пожалуйста Ну, здесь не знаю, я как-то Может, потому что больше играл в эту игру, чем в тур Здесь она ловчилась, как-то все делать Непрофессионально там Ну, по крайней мере Как это работает, знаю Так, ну, тут дрейдейки Я не пройду, мне сейчас следует Очень мне нравятся раскраски Сейчас мы как-то за 54 легион играем Тут соответствующая раскраска Так, ну, давайте снайпер возьмем Просто, чтобы вам показать По сути, вот этот снайпер, у него шлем Я не помню, как он точно называется Вот это род войск Клонов Но это не обычный клон То есть, ну, по званию Не по званию, а именно там какие-то спецы Сказали, что-то такое Они были в третьем фильме, да То есть, я смотрел, как будто За Гривусом прилетели Такие чуваки были с таким шлемом Так, все, я доставил, по сути Ну, все, мы победили, да Осталось только добить дрейдов Ну, просто победный пострелитель С кому-то охота Ну, давайте Все, победа Успех задания на Мегиета Стал каким-то откровением для солдат 501-го легиона Внезапно, мы осознали, что и джедаев можно обманывать А если их можно обмануть, то можно и убить Так, продолжаем Сейчас мы будем сохранить игру И, собственно говоря, мы сейчас будем на «Корусанте» Воевать Да, тут, к сожалению, на клавиатуре нажимаешь и одну кнопку Но одну клавишу, да А здесь показывает совершенно другую боку В принципе, можно пропустить бой Но я этого делать не буду То есть можно не играть То есть для тех, кто хочет быстрее пройти эту кампанию, допустим По ходу войны клонов Все больше и больше наземных легионов переводились в космос И сражались уже там Включая и солдат из 501-го легиона Многие месяцы Часы свободного времени мы проводили на симуляторах Готовясь к моменту, когда мы сразимся с врагом в кабине 170-х Этот день настал, и мы получили наши крылья Противник неожиданно провел рискованное похищение канцлера И эскортировал его с «Корусана» под конвоем кораблей сил сепаратистов С несколькими пилотами и ветеранами Многие из 501-го пошли атакой на флот похитивший Палпатина И предоставили время для пары джедаев на спасение канцлера Так, ну вот у нас два класса здесь доступных в космических боях Это клон-пилон, клон-десантник Также в космических боях моды тоже различные Есть различные корабли добавляют там Бойцов различных, ну возьмем обычно вот этого Пилота РК Космический бой здесь, конечно, это новое введение В первой игре такого не было И здесь вот это сам Управление вот этим аппаратом гораздо удобнее Так, у меня еще четыре истребителя нужно уничтожить Дроид-перехватчик вот этот вот Ай-яй, 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 кто по-моему садит так сильно Так, осталось два истребителя Чувствую, меня сейчас добьет, потому что Что-то перенога будет перестрелять Так, ах, камикадзе Так, возьмем клон-десантника, да? У меня есть ракетница, это не случай, если Ну, прилетите на абордаж Так, ну, получаем Если честно, тут очень даже мне это нравится Вот эти космические бои, реально тут Можно выбивать противников Ну, не то, что в первой игре там пока дождешься Пока устанавливаются вот эти корабли И там пока вылетишь Здесь именно динамичный такой бой Так, фрегат нужно уничтожить Вот этот вот Вот эти фрегаты, они какие-то как Ну, детализированные просто Как какой-то объект летающий Да блин, кто по мне садит? Больно Ну, задний фон еще такой тоже динамичный Там вот эти сражения проходят Так Отключить щиты Ну что, отключаем просто атакует Получается этот корабль флагман А, опять камикады Это что, что буждает-то? Десантура, давай Нет, позвать кого-то к себе в кабину Мне здесь нельзя Ну, просто обстреливаем, получается Ой-ой-ой Сам попал под огонь Так Отлично Кто-то за меня мне помог Снял щит Сейчас мы можем тут Коммуникационер Монтарь Здесь, кстати, можно Вот Всячески Услабить линкоры То есть Вы атакуете Снимаете им щиты Атакуете Ой, случайно Врезался Атакуете антенну Мостик Уничтожаете турели Которые установлены на кармель Как бы они Респауниться могут Бесконечно с этого корабля Но если вы его ослабите То И его турели Не смогут по вам попадать И все Так Всякие финтифлюшки Дополнительно Так Уничтожено Все Теперь мне нужно Получается Сдевать Десантуру Странно Мне ракеты что ли попали Так Хватит умирать Нужно Долететь Если играть Ну в одиночную кампанию То здесь еще доступен Этот ЛАТ Который Десантный корабль Вы просто садитесь С него Вот вам садятся еще Четыре Или пять клонов Вы с ними Летите Вы саживайтесь в ангаре И там Начинают перестрелы То есть не обязательно Уничтожить Истребители Так Вот сейчас опять меня следят Как-то непонятно Вот видите Он там Уничтожен Ну Потом С этой стороны Они теперь Будут Более-менее спокойнее летать То есть По ним будет меньше Так Вау Хочется не врезаться Прилетем снизу Так А вот урана все равно нет Так Залетели в ангар Приземляемся Выходим Отлично Так Интересно Точку Можно захватить Или нет Так Нет Точка Не захватывается Конечно Выпотягиваться К цели Опа-опа Турель Автоматически Блин Больно Больно Садите Бабах Кто-то радиус у меня Конечно Двоих следов Все Второе Уничтожено Офигеть Вас там Откуда же Вы прете Кто-то его убийц Правильно Не обращает мне внимания Где-то садитесь В истребители Нет Эту штуку долго служит Так Жалко Видите В игру У меня такая аура светящаяся Это вроде бы За то что я очень много убивал Мне Дали награду Это Регенерация здоровья Или Уменьшение урона Что-то Всякие финтифлюшки Вам дают За то что вы убиваете Допустим Подряд Бывайте подряд Вам всякие бонусы Там Регенерация здоровья Там Увлечение урона Что-то такое Опа Что это тут Делаешь Не мешай мне Я очень занят Я ломаю ваш корабль Так Надеюсь двух ракет мне хватит Мне интересно Вот у него ракетница Куда он ее прятал Почему нельзя было на спине ее нарисовать Ну что он ее как бы держит Так Груз бластов добьем Так Уничтожите с космосом Так Мостик Уничтожив мостик я точно не знаю Возможно И аннулируется сам корабль То есть Если вы его уничтожите полностью То Как бы все противник проиграл То есть Он не сможет больше спавниться Так Отлично сужусь Так Так Отлично Сужусь Отлично Дроиды Хотя это по сути дроид Сам по себе Но здесь Вон это управляет Мягко Так Вот у нас Уже Мостик Хотя Мостик Должны быть Там где-то Окна Ну Окна Как имена Но их тут Тупо нет Все Отлично Мы секунду Мы это понимаем Мы победили После уничтожения последнего линкора Боби-Ван Кеноби Скайуокер Воспользовавшись преимуществом данного намешанца Освободили канцлера Ну и нашу славу тоже себе забрали Ну что ж Надеюсь это видео вам понравилось Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Вступайте в группу канала Ссылка будет в описании Пишите по поводу модов Нужно вам их показывать или нет Увидимся в следующем видео Всем всего хорошего До скорых встреч и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok